всем приветики в общем лазил я по вайлберису и увидел там такие машинки довольно таки крутые у которых все открывается и помимо этого еще горят фары и издается звук мотора и самое интересное что там есть машинки вообще любые то есть вообще всех моделей машин которые существуют только в виде таких игрушечных и так как мне нравится форт мустанг то я заказал себе форт мустанг интересно что я не знаю я искал что-то на вайлберис я не помню что какую-то вещь и мне случайно попалась от машинка какая-то у которой все открывается я по я зашел туда там еще куча машинок было продавца всяких разных из прототипов реальных машинок я решил поискать а нету ли форда мустанга и есть там вообще любые машинки есть и поэтому я заказал себе форт мустанг единственное что меня напрягает то что машинка новая а у нее уже кусок откололся то есть она вроде новая запечатанная а уже кусок откололся хотя на вайлберисе такая штука что вот я сейчас получил эту машинку я могу вскрыть коробку достать машинку меня там что-то не устроит положить обратно в коробку отнести на вайлберисе сказать все я отказываюсь мне там что-то не понравилось если машинка целая они примут а потом отправить ее кому-то другому так что возможно она уже была у кого-то этот кто-то вот не знаю может уронил ее кусок откололся но это это неприятно то есть родиновая вещь а уже что-то с ней не так вот но пришла она прямо в такой вот упаковке ничего на ней не было ну то есть ни пакетов ничего вот прямо так пришло и здесь вот сразу видно машинка написано возраст от трех лет размер 132 масштаб с этой стороны довольно таки круто смотрите так ух серьезно здесь ничего здесь пишет что машинка может ездить если оттянуть и отпустить открывается двери и звук и есть свет что меня очень удивило то что светится фары то есть когда у меня были игрушки в детстве мы очень радовались если у машинки хоть что-то открывалась а здесь открывается все это очень круто так сзади что у нас ничего но здесь типа инструкция такая здесь что-то непонятное есть изготовитель импортер дата изготовления сентября 2021 то есть и год работает от батареек и всякая инструкция чего и как куда вот и заклеена скотчем он даже если и открывал кто-то ну то есть и назад отправлял и многие переклеить скотчем то есть то что она заклеена то ничего не значит и можно переклеить то есть да я ее сейчас скрою если меня что-то не понравится могу занести на вайлберес вернуть ее назад а производители уже когда получит ее, просто обратно переклеит ее, да и все. Ну, обратно скотч наклеит. То есть, тот, который я порезал, он снимет, а новый наклеит. И все, и будет казаться, что она, типа, не открывалась. Но, на самом деле, она могла уже открываться. И вот, я когда об этом думаю, что, возможно, ей уже кто-то пользовался, меня это напрягает. Вот. Ну, собственно, в такой упаковочке она пришла. Там еще увидел я на скринах у кого-то была подставка, у меня нет подставки. Такая, типа, подставка черного цвета, типа, как резиновая. О, прикольно открывается, как гараж такой, типа, опа. Там была подставка, вот как эта, только резиновая. И не такая большая была, прям такая, где-то вот маленькая, где-то на полсантиметра и резиновая. И без впадин. Вашина прямо на ней вот так вот стояла. Ну, то есть, я видел там на скринах какая-то была подставка. Вот прям какая-то тоже, тоже такой подъем треугольный. И она где-то вот такая вот маленькая. И сверху прям ровненькая. И на ней такие, типа, ребрышки. Такие, типа, как маленькие пирамидки. Я тоже хотел бы себе такое, но, к сожалению, не положили. Блин, как же она круто выглядит. Как реальная машина. Ну, то есть, прототип реального Форда Мустанга. Вот с детства, когда у нас были машинки, если открывались, ну, то есть, мы могли купить какую-то машинку, и у нее вообще ничего не открывалось. Ну, и, типа, мы просто радовались, что у нас была машинка. А если у нее еще и двери открывались, мы вообще тогда прям сильно радовались. А здесь, помимо открывающихся дверей, открывается еще капот. И открывается багажник. То есть, у нее все открывается. Это просто, ну, просто очень круто. Я когда увидел эту машину, я прям захотел ее. Хотя я уже довольно-таки взрослый дядька. Но это приятно. Это реально приятно. Тем более, эти машинки называются коллекционные. То есть, не обязательно, чтобы ты с ними играл то есть, это прототип реальной машины. То есть, реальная точно так же выглядит. Это просто уменьшенная копия. То есть, если ты любитель машин, ты можешь просто себе насобирать целую коллекцию разных машин. И у тебя будет просто на полочке стоять. И реально есть люди, которые коллекционируют машины. То есть, у них то есть, у них прям реально специальная отдельная полочка. На ней стоят разные машины, которые им нравятся. Что сказать, круто. Единственное, что вот этот вот кусок краски, который слетел, вот это не круто. И вот здесь какой-то кусочек. Это случайно не этот кусочек краски отлетел. Вот он какой-то кусочек здесь висит. Это случайно не отсюда сюда улетел. Хотя здесь черненький, а здесь серенький. ну ладно, неважно. Так-то вроде бы. Такие вот колесики у нее с дисками желтыми, вернее, медными. Да, там они такие круто, реально круто. Вот если посмотреть на нее, круто смотрится. Она издалека смотрится, довольно-таки круто. Прямо со всех сторон, спереди так серьезно смотрится, сбоку. Единственное, что мы не рассматривали ее еще. Но я просто хочу ее рассмотреть со всех сторон, прямо на камеру. Это реально очень круто. так бок у нее смотрится. А почему у стекол нету здесь? Здесь же должна быть железяка и в ней стекло. А здесь просто стекло без железяки. Я не знаю, как в реале. Может, в реале тоже так. Вот она спереди так смотрится. Реально круто. И прям мне прям нравится. Всегда в играх, если была возможность покататься на Форде Мустанге, я всегда катался. Форд Мустанг GT500. По-моему, Шелби он называется. Форд Мустанг Шелби GT500. Реально круто. А снизу что у нас делается? Кстати, а сверху, если глянуть, вот так сверху смотрится. А снизу Made in China написано. Это сделано в Китае. Здесь, видимо, динамик, который будет звуки издавать. Это что за две дырочки? Я не знаю. А здесь стоят батарейки. Если вытащите вот эту штуку защитную, то тогда уже и фары будут загораться. И звуки появятся. И это будет круто. Получается, я сходил где-нибудь как называется Ford Mustang GT500 Cobra. Но там рядом еще другая, ну, такая же машинка есть, называется Ford Mustang Shelby GT500 и тоже Cobra. Только там она уже немножко разукрашена. Поэтому не знаю, Shelby или не Shelby. Внутри, наверное, не получится показать. там провода какие-то идут к дверям. Внутри так плоховато, конечно, видно. багажник. Очень круто, что все открывается и багажник открывается. Причем багажник ну, не глубокий. То есть, вот он. То есть, не сильно-то и на лужу что-то. сдалека даже лучше как-то видно внутренности, чем сблизи. А вот капот вообще сложно открывается. Как его открывать? Я уже даже не подковернешь. О! Что у нас там написано на капоте сверху? что непонятно. А снизу такие внутренности. Ну, и выдергиваем вот эту штуку. О! Прикольно! И получается, говорят, что если нажать на капот, зажгутся фары и мотор заревет. не, что-то слабого-то на самом деле. Ну-ка еще раз нажать. Не, ну, бредово, конечно. Я думал, фары... Я думал, когда нажмешь, зажгутся фары передние и задние будут греть. Ну, типа, я думал, ты нажимаешь на капот, зажигается передняя и задняя фара и двигатель, типа, заводится и типа, гудит. А потом, ты, например, еще раз нажимаешь и оно, типа, все гаснет и двигатель, типа, глушится. А оно, нет. Оно, заводится, типа, поехал, а потом звук тормозов и все гаснет. Это немножко бредово, конечно. Вот, конечно, бредово немножко. А когда... А когда открываешь дверь, типа, сигналка срабатывает. Я придумал, конечно, я бы хотел, чтобы фары всегда горели. То есть, чтобы я нажал вот на машинку. Круто же смотрится. Да, бредово, конечно. Немножко не то, что я ожидал. Вообще, машинка круто смотрится. То есть, она реально похожа на Ford Mustang. Особенно перед такой крутой, типа. Вообще, она так реально похожа сзади. Похожа реально как настоящий Ford Mustang смотрится. Но вот вот эти вот звуки прям на пару секунд это не очень. Я думал, она всегда будет гореть. То есть, вот если погасить свет, брать вот эту штуку, погасить свет, вот она наступила темнота, и в темноте заводится автомобиль. Да, бредово, конечно. Я бы хотел, чтобы ты нажал и вот эта вот типа машина завелась и фары передние и задние загорелись. И все. И можно даже динамик выключить. Просто типа она завелась и все, и типа работает тихонько, без звука. А потом еще раз нажал, передние и задние гаснут и уже как конечный звук такой типа выключается. Оно, ну, гридово, конечно, сделано. Бредово. Как же бредово сделано вообще жесть. Так что, в общем, такая у меня покупочка. Правда, меня немножко эти фары разочаровали. Я когда увидел, что горят фары, я, конечно, удивился, потому что я такого никогда раньше не видел, чтобы у машины фары горели. но именно то, как они горят, можно сказать, что они толком и не горят. Толку от того, что не загорятся, на секунд 15 и погаснут. Это же вообще бред. Это, конечно, расстраивает. На картинке там круто, конечно, смотрится, потому что на картинке фары горят и все, и кажется, что не всегда горят. А кажется, нет. Хотя можно разобрать, поковырять, сделать, чтобы по нажатию на кнопку они не загорались и всегда горели. Ну, можно, в принципе, переделать схему, сделать так, чтобы, типа, ты нажал кнопку, типа, включилась, потом еще раз нажал переключить, ну, какой-нибудь переключатель, типа, нажал, загорелась, нажал, выключилась. И динамик этот отключить. И тогда будет прикольно, типа, нажал, фары горят, еще раз нажал, выключились. Причем жмешь именно вот на колеса, типа, жмешь, такая вот моя покупочка получается. Хорошо, что я взял самую дешевую. Там были вот, если в белорусских рублях, за 45 рублей, за 38, за 35, а это за 21. Я взял за 21, самую дешевую. Ну, а еще, когда фары открываешь, получается, когда двери открываешь, получается, каждое открытие дверей это звук. Ну, вот зачем? То есть, каждый раз, когда ты открываешь двери, у тебя сигналка срабатывает. Зачем? Ну, тоже как бы не очень. Ну, короче, такая покупочка. Я, на самом деле, немножко в смешанных чувствах. Вроде бы и прикольно, но с другой стороны, вот этот свет, который быстро гаснет, и сигнал при каждом открытии дверей немножко не очень. Но сама машинка так на вид прикольно. Естественно, я играть с ней не буду, как раньше, когда я в детстве там сидел, там, открыл. Это так напрягает. Ну, какой бред, на самом деле. Каждое открытие двери сигналка срабатывает. Так вот, в детстве я играл постоянно, типа, открывал двери, сидел с человечков, закрывал, они куда-то приезжали, открывались двери, и они вылазили, там что-то делали, садились, закрывались двери. Ой, если одна дверь держится открытой, то сигналка не срабатывает. Ну, вот, получается. Открыли дверь, сели, поехали куда-то, приехали, вышли, взяли там с багажника, что-то достали, сделали, что-то закрыли. Кстати, багажник не держится, вот открываешь его, и он падает, и там только на серединке держится. Тоже не очень. И только, получается, капот. О, капот четко держится. То есть, открыл, держится, прикрыл, стоит. Ну, короче, капот жесткий, а багажник мягкий, то есть, он, его можно и случайно открыть. Так что, естественно, я с ней играть не буду. Она просто будет стоять, типа, на столе, как, типа, такая, крутая тачка, которую я хотел... Ну, то есть, мне нравится Ford Mustang Shelby GT500. И в реале, я, естественно, таким вряд ли когда-либо буду обладать. Но круто, что он у меня будет стоять на столике, типа, как такая тачка, которая мне нравится. Потому что, в играх, в гоночках, всегда, когда я получаю возможность прокатиться на этой тачке и получить ее себе в гараж, я ее получаю, потом катаюсь на ней, мне эта тачка нравится. Вот. И вот у меня есть такой мини-вариант игрушечный. Это прикольно, кстати. А здесь нету кнопки выключить? Типа, on, off, чтобы все эти звуки выключить? Не, нету. Было бы круто, чтобы ты, типа, включил, и фары, и звуки работают. Выключил, и они не работают. А здесь нету такого. Да, нету. Тоже непродуманно. Короче, такая вот покупочка. Ну, и вот он мой компьютерный столик. Получается, здесь я сижу за компьютером, и рядом где-то будет стоять машинка такая, типа, это же прикольно. Ты, типа, сидишь за столом, а у тебя рядом стоит такая машинка. Кстати, здесь ее очень хорошо видно. Получается, здесь прямо вот на компьютером столе, прямо вот она лампа, прямо сверху, и она так хорошо освещает. То есть того освещения, где я снимал только что, эту машинку, прямо не хватало. Было плоховато, видно ее, а сейчас ее видно просто шикарно. И реально просто шикарно видно. Все такое яркое, все такое четкое. Нужно, хоть ты заново покажи машинку, потому что она реально совсем по-другому смотрится. Все такое четкое, все такое яркое. Ну реально, круто уж смотрится машинка. То есть там так не смотрелось. Там хоть и было три лампы, но они были высоко, и не освещали так хорошо, как одна эта освещает, потому что она, потому что те лампы были далеко, а это прямо вот она, прямо здесь над машинкой, и так все хорошо освещает, прямо жестко. Здесь еще такие боковые юбочки у нее есть. Сзади такое все. Не, ну реально, значит, тачка крутая. А вот сейчас, при таком освещении, она вообще круто смотрится. Багажник. Правда, в багажнике мало чего видно, так как лампа сверху. Ой, меня это так напрягает. Я прямо забыл, что здесь звуки есть. Там так видно все. Типа руль такой панель светится. О, снизу вообще все хорошо видно. На кнопок здесь никаких нету, конечно, это плохо. Хотелось бы, чтобы были. за подкапотом. Не, при таком освещении, конечно, все меняется. Прямо картинка полностью меняется. Прямо все четко так видно. Ну и вот, и она будет стоять у меня на столике. Так, это же реально круто, если постоит такая тачка твоей мечты. Прямо у тебя на столике. И дрифтует так. Кстати, а колеса поворачиваются, Не, не поворачиваются. Не, не поворачиваются. Колесики не поворачиваются. Ну, вот, будет так тачка стоять, где-то у меня на столике. Так вот. Где-то вот так и на столике будет стоять рядом. Вот она клавиатура. Ну, вот, получается, я буду сидеть за своим компьютерным столиком. Это можно на место положить. Я убирал, чтобы машинку показать. Вот. И у меня будет стоять рядом со мной машинка моей мечты. Это прикольно, на самом деле. Не потому, что я буду с ней играться, а просто она будет стоять и радовать мой глаз своей красотой. Ну, мне просто нравится именно Ford Mustang Shelby GT500. Ну, кстати, камера не передает его так, как он выглядит в реале. То есть, здесь вот засветы сейчас видны, а в реале их нету. то есть, она просто, ну, она по-другому выглядит в реале. Более красиво, что ли. Я не знаю, может приблизить или что. Но в реале она как-то покрасивее смотрится. То есть, вот этого засвета белого нету. Я не знаю, может навестись на нее. Во! Во! Фокус на камере, на капот машины и уже получше смотрится. Нет такого засвета. И вот будет такая машинка стоять рядом со мной на столике. Кстати, я забыл показать, у нее же еще есть, типа ты ее отводишь. Получается, вот ты ее отводишь, опускаешь, и она едет. То есть, вот отводишь, и колеса крутятся. То есть, ну, как раньше в машинках отводишь. И по идее, и для этого и нужна вот эта вот штука нажатия на капот. Ты типа отводишь, нажимаешь на капот, она заводится, ты отпускаешь, и она поехала. И видимо, все то время, пока она едет, там написано, что до 10 метров она может ехать, она вот эта типа светится фарами и типа мотор ревет. А где-то к концу 10 метров она как раз уже остановится, и вот это как раз звук мотора будет заглушаться, и фары выключатся. Но это бред, конечно же. Я бы хотел наоборот, вот чтобы она стояла на столе, и я нажал. Кстати, когда срабатывает динамик, фары немножко гаснут, потому что получается энергия батареи тратится не только на фары, но еще и на динамик. А если динамик оттуда выкинуть и переделать так, чтобы ты нажал, загорелось, нажал и выключилось, будет круче намного. То есть вот ты сидишь, допустим, вечером в темноте, нажал кнопочку, раз, фары загорелись, раз, выключились. Ну просто это чисто так, для своего удовольствия. Было бы прикольно. Так что теперь я буду сидеть за компьютером, а рядом со мной будет стоять мой коллекционный автомобиль. Потому что эта машинка считается коллекционной и называется коллекционной. Она хоть и игрушка, но она называется коллекционной. Вот. Такая вот покупочка у меня. чисто будет стоять радовать мой глаз. Мой пожилой глаз. Я, кстати, рад, что не потратил много денег на дорогую машинку, а взял дешевую. Там есть и вообще дорогие, типа, по 70 рублей, ну, типа, белорусских. Вот. Так что, то, что я потратил сегодняшний 20, это хорошо. Не так уж и жалко. Потому что я немножко большего от нее ожидал. Ну, качество, так сказать, ну, не сильно такое. Ну, такое себе. То, что багажник слабо держится, то, что кусок краски уже откололся, то, что фары нельзя постоянно включить, то, что нету кнопки, которая могла бы переключать, ну, типа, чтобы не всегда это срабатывало только, когда тебе надо. Ну, короче, я от нее больше его ожидал, чем у нее есть. Но в целом выглядит хорошо. Ну, а так что, такая вот у меня покупочка. Не, ну, вблизи она прям вообще круто смотрится. Прям нужно любоваться. И реально красивая прям четко, круто, классно смотрится. Когда камера близко стоит, при хорошем освещении вообще круто смотрится. Ладненько. Такая вот покупочка. Так что, на этом все. Всем пока, до свидания.